Каковы соседи, такова и жизнь в доме. Многолетняя война с любительницей кошек, то разгорается, тот леет на улице Назара Широких в многоквартирном доме номер 5 в Чите. Причина конфликта – едкий, устойчивый всепроникающий кошачий дух в подъезде и близлежащих квартирах. О практике юридической борьбы с котами расскажут наши корреспонденты. Волей судьбы 25 лет назад семья Александра Безганц и семья Третьяковых стали соседями. И все бы ничего, но растущая год от года любовь к животным последних стала приносить неприятности первым. Я такого натерпелся, у меня аж давление поднимается. Я с ней на контакт сам не хочу. С техникой, которой все запахи для них, это уже ничего не значит. Они от этого запаха отпрыгивают. Там в квартире, вот она с помоек, с этих мусорных баков, она все в квартире. Посмотрите, что у нее на балконе творится. Она не управляет. С ней что-то или, как сказать, с головой неладное или еще что. Едкий запах от соседской квартиры – одна беда, другая – потоп нечистотами с потолка. С жалобой на соседку обратились в управляющую компанию. Там развели руками. Злополучная квартира, неприступная крепость. Посоветовали обращаться в суд. В суд обратился психоневрологический диспансер с заявлением о принудительном обследовании гражданки Федоровой. Женщина, которая имеет явно психические отклонения в добровольном порядке, не желает пройти психическое свидетельствование. Любые попытки судебного пристава, каким-то образом пообщаться с ней, прийти в квартиру и довести до нее судебное решение, скажем, в разговоре, они остаются, собственно, без ответа. Квартира с душком для судебных приставов пока вне зоны доступа. Соседи подсказали у хозяйки утренний обход помоек. Там ее и ищите. Оказались правы. В мусорных баках Ольга Третьякова собирает пищу для себя и своих питомцев. Мыши пошли у меня, мне потом соседи дали Тамарку, Тамарка расплодилась. Вот, что Бог дает, то я ее не носу. Ничего, люди дают. Я от правосудия не скрываюсь, но. А собак люблю и хочет любить. Был один, кому раздала. С судебным приставом рассказала Ольга Третьякова о том, как, не достигнув пенсионного возраста, потеряла работу, жаловалась на непонимание соседей и несправедливость властей. Специалистам удалось уговорить женщину пройти медицинское обследование в психоневрологическом диспансере. Его результаты дадут ей шанс на получение социальной помощи. А это изменит жизнь не только четинки Ольги Третьяковой и ее питомцев, но и соседей. Елена Комогорцева, Дмитрий Денисов, Вести, Чита.